Зрители телеканала «Домашний». Новые дела каждый день. Коварства, интриги, тайны, способные перечеркнуть жизнь. Истец, ответчикам судебные заседания предоставлены фотографии, на которых вы далеко не дружеским поцелуем соединены с другими мужчинами. В суде выигрывает тот, кто знает закон. Это удивительно. Вместо того, чтобы защищать свои интересы, вы делаете всё, чтобы я не вынесла решение в вашу пользу. Вот своими собственными руками. Не допустите, чтобы подлец оказался прав. Смотрите с понедельника по четверг. Дела семейные с Еленой Дмитриевой. Сегодня в программе. Анатолий Горелов твёрдо решил получить развод, но не намерен делить жилплощадь. Его жена не желает сохранять брак, но считает, что имеет полное право получить свою часть квартиры. Очень хотелось бы расторгнуть наши отношения, так как он считает себя идеальным, его мама тоже так считает, и, возможно, она очень права. И так как у неё скоро день рождения через неделю, я думаю, это будет очень хороший для неё подарок. Стиль унисекс – это очень удобно. Какую вещь не взял, всё подходит. И жене, и мужу. Вот только как это всё делить в случае развода, совершенно непонятно. Ну да, может быть, стеснённые условия, наверное, может быть, не так всё радужно, как представляется, и СЦУ. А вы пока что оставить с бабушкой, которая за бутылку, всё равно кому отдать ребёнка, что ли? Что лучше для девочки-подростка? Общество вечно пьяной бабушки или сводный бренд в качестве опекуна? Казалось бы, вет очевиден. Но не в том случае, если потенциальному опекуну всего 19 лет. Оставайтесь с нами. Истец Анатолий Горелов, экономист из Липецка, обращается в суд с иском о расторжении брака. Ответчик Татьяна Горелова – домохозяйка. Выдвигает встречный иск о признании права собственности на одну-вторую долю жилплощади. Пожалуйста, истец, поясните суду причины расторжения брака. Ваша честь, я с женой, мы прожили пять лет. У нас есть дочка, четыре года. Хочу с ней развестись. У нас есть квартира, она куплена нами в браке. Но эта квартира куплена на мои деньги. И я не хочу, чтобы мы что-то делили. И мы сейчас делить не будем. Нет, дорогой мой, квартиру мы делить будем. Подожди, ваше честь, понимаете, квартиру я купил. Я являюсь ее собственником, жена мне там даже не прописана. Она прописана в другом городе. По твоей милости, между прочим. Я купил квартиру, деньги, у меня была однокомнатная квартира была, я ее продал за миллион двести. И еще миллион свой добавил и купил эту квартиру. И я являюсь ее собственником. Жена не является собственником. Мы четыре года прожили, она потом уехала ухаживать за моей бабушкой. И прописалась у нее. За твоей бабушкой, между прочим. Год она жила у нее. И за это время, пока она там была, я сейчас встретил другую женщину. И с ней живу. Да ты ее так же используешь и выкинешь на улицу, как меня. Помолчи, пожалуйста. Она беременна, сейчас ждет от меня ребенка. Я поэтому хочу с Татьяной развестись и жениться на этой женщине. Исид, скажите, пожалуйста, а вы спасибо-то ответчику сказали за то, что она за вашей бабушкой ухаживала? Она сама заходила. У нас с бабушкой очень хорошие отношения были. Бабушка любила даже больше, чем меня. Там понимаете, какое дело? Что если бы она нормально к ней относилась, бабушка обещала квартиру на нее переписать. Но я не знаю, что там у них произошло. Квартиру она переписала на моего брата. Поэтому она туда и поехала. Что думала, что квартира ей достанется. Понятно. Хорошо. Истец, тогда давайте так. Значит, причина расторжения брака, если я вас правильно поняла, то, что вы встретили другую женщину. В настоящее время она ждет от вас ребенка. Это является причиной расторжения брака, поскольку вы планируете создать другую семью. Я правильно вас поняла? Да, правильно. Кроме того, ваша формулировка о том, что вы категорически возражаете против раздела имущества, на самом деле звучит следующим образом. Вы просите произвести раздел совместно наштого имущества, признат за вами право и наличной собственности на указанную квартиру, поскольку вы утверждаете, что для покупки этой квартиры были израсходованы только исключительно ваши личные денежные средства. Я правильно вас понимаю? Скажите, пожалуйста, за сколько была куплена квартира? Квартира была куплена за 2 миллиона 200 тысяч. За 2 миллиона 200 тысяч. При этом 1 миллион 200 конкретно пошло от продажи предыдущей квартиры. Я правильно вас поняла? То есть у нас с вами разница образуется в 1 миллион рублей. Будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, договор купли-продажи этой квартиры, договор купли-продажи квартиры, которую вы продали, и регистрация о праве собственности на квартиру через судебный пристав. Передайте, пожалуйста. Так, ответчик, ИСОМ заявлены исковые требования, два исковых требования. Первое – это о расторжении брака, и второе исковое требование о разделе совместно нажитого имущества и о признании сайди наличным собственником этого имущества. Вы на расторжении брака согласны или вы возражаете против расторжения брака? Да, Ваша честь, на развод я согласна. Но насчет имущества я претендую на одну-вторую часть квартиры. Поскольку деньги, вложенные на покупку квартиры, мои тоже есть. Потому что мои родители подарили на свадьбу 200 тысяч, они подарили золотую монету, сертификат, вот у меня есть, от продажи которого мой муж получил 200 тысяч. Плюс 70 тысяч подарил мой дедушка на свадьбу, вот, пожалуйста, моей любимой внучке на свадьбу. Это все его пенсии. Потом 20 тысяч подарила моя тетка, и 10 тысяч – мой дядя. Итого, сколько получилось? 300. 300 тысяч, Ваша честь, 300 тысяч. А мои друзья подарили 400 тысяч. И 300 я своих добавил. И что, 700, и миллион 200, мои 700, мои тысяч. А твои только 300 тысяч. Ты ни одного дня не работала. Потому что тебе было так удобно. Потому что я тебя обстирывала, обглаживала, готовила тебе завтраки, обеды, ужины, ухаживала за ребенком. Да ты сама не хотела работать. Ваша честь, я ему стриптиз танцевала и разнообразила его сексуальную жизнь. Чтобы он мог после работы сидеть на диване и пить пиво. А еще знаете, Ваша честь, что он придумал? Он настолько меня предал. Он провернул такую аферу. Он отправил меня в глушь ухаживать за его бабушкой. Не в глушь, а в город. Но потом улучшит наши жилищные условия. Я как дурочка ему поверила. Я поехала в этот далекий город. В эту тьму таракань. Я целый год ухаживала за его бабушкой. Я меняла пеленки. Выносила судно. И в результате, когда бабушка умерла, оказалось, что завещание уже было давно написано. На его брата. А это он все придумал, чтобы выписать меня из квартиры. Чтобы я снялась с регистрационного учета. Вместе с дочкой. И когда я приехала, вернулась домой, я увидела в своей квартире какую-то лохудру. Он завел какую-то шлюху. Отвечка, отвечка. Которая уходит в моем халате. Отвечка, отвечка. В моей квартире. А теперь он хочет выкинуть меня на улицу. Потому что я здесь нет раз регистрационного учета. У тебя папа с мамой есть. У них дом большой. Езжай к ним, живи. И там это собственник, как бы брат его, той квартиры, его бабушки. И как бы я практически нигде. Я на улице. Я претендую на одну вторую часть квартиры. Потому что у меня еще есть дочь. Дочь и алименты буду платить. Но квартира, это моя квартира. Я покупал. Ну, естественно, скажите, пожалуйста. Ну, вот до того момента, пока отвечек переехал на другое место жительства, зачем ребенка-то надо было снимать с регистрационного учета? Можете выяснить? Она с собой забирала, потому что его. Так было удобно, потому что там больница, поликлиники. Нужно было как-то обслуживать ребенка. Ребенок же с ней поехал. Наша маленькая дочка была. То есть вы считаете, что в этой ситуации вам должна достаться полностью квартира? Да, потому что... Без учета интересов ребенка? Я вам говорю, я буду ребенку алименты платить, я буду помогать. А это, простите, пожалуйста, естественно, это не одолжение, а ваша обязанность по закону. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Очень хотелось бы, ну, расторгнуть наши отношения, так как он считает себя идеальным, его мама тоже так считает, и, возможно, она очень права. И так как у нее скоро день рождения, через неделю, я думаю, это будет очень хороший для нее подарок. Это мои джинсы, а это твои. Мужчине и женщине вещи разделить достаточно просто, если только они не предпочитают в одежде стиль унисекс. Тут уж сам черт ногу сломит. Ну да, может быть, стесненные условия, наверное, может быть, мне не так все радужно, как представляется, истцу. А вы пока что оставить с бабушкой, которая за бутылку, все равно кому отдать ребенка, что ли? Может ли 19-летний мальчик быть опекуном своей сестры? Он утверждает, что да. Но такое желание может быть всего лишь благородным юношеским порывом, и не более того. Оставайтесь с нами. Теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, истца, позицию ответчика и возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, иск о расторжении брака удовлетворяет и выносит решение о расторжении брака между супругами. Иск супруга о разделе супружеского имущества и о признании за ним единоличного права собственности на спорную квартиру суд считает необходимым удовлетворить частично и признает за каждым из супругов право собственности на одну-вторую долю квартиры. Суд расторгает брак между супругами, потому что оба супруга на расторжении брака согласны. Суд признает за супругой право собственности на одну-вторую долю квартиру, приобретенной супругами в браке, исходя из следующих обстоятельств. Истцом в данном судебном заседании было подтверждено, что для приобретения спорной квартиры он использовал целевым назначением денежные средства, которые были получены истцом от продажи квартиры, которая принадлежала ему на правах личной собственности. Однако в данном случае суд усматривает, что разница между стоимостью квартиры, от продажи которой было вложено денежные средства, миллион двести, и от покупной стоимости, два миллиона двести, не являются значительными. В этих обстоятельствах ответчик также доказал, что для приобретения указанной квартиры были вложены денежные средства от подарка, который был подарен ответчику на свадьбу, что составляло двести тысяч. Поэтому суд считает возможным исходить из признания равенства долей супругов. Поскольку квартира была приобретена в период брака на общеденежные средства, то есть из средств семейного бюджета, исходя также из необходимости защиты интересов ребенка, вне зависимости от того, на что имя из супругов данная квартира была зарегистрирована, суд производит раздел совместно нашего имущества и признает за каждым из бывших супругов по одной-второй доле квартиры. Истец и ответчик, брак между вами расторгнут, вы также признаны собственниками по одной-второй доле данной спорной квартиры. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить частично. Интересно, конечно, получилось. Моя жена ничем не занималась, нигде не работала. Но за 300 тысяч полквартиры досталось. Хотя бы узнала, что он за человек. Ну что же, квартира я обеспечусь. Буду искать другого мужчину. Развод может быть мирным. Наследство можно ни с кем не делить. А алименты получать регулярно и в полном объеме. Мой кабелин от самораспределитель сил. Красавец мужик. Но я все понимаю. Поверьте мне, там проведена ваша супруга. Серьезная разработка этой там. Серьезная. Там выяснены все обстоятельства. Женщины между собой не разберутся равно. Разберите себя, пожалуйста. Более тысячи зрителей телеканала «Домашний» каждый день звонят в нашу бесплатную юридическую консультацию. Лучшие юристы расскажут, что делать, чтобы никто не посмел испортить вам жизнь. Телефон горячей линии. 626-83-00. А теперь вернемся в зал суда. Истец Татьяна Парамонова подает иск о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Ответчик Сергей Парамонов против расторжения брака не возражает, но не согласен с предложенным вариантом раздела имущества. Григорий Ильич, пожалуйста, истец, поясните суду причины расторжения брака. Здравствуйте, Ваша честь. Так как наш брак фактически распался, месяц назад супруг переехал жить к своей маме. Очень просила бы вас расторгнуть наш брак. И в нашем последнем разговоре были очень нелестные слова в мой адрес со стороны супруга, и все это было на повышенных тонах, где он подчеркнул и утверждал, что я плохая жена, очень плохая хозяйка. Ну, а самое главное, то, что я шапоголик, с диагнозом... Тряпичница ты? Тряпичница. Совершенно верно, и тряпичница, и диагноз совершенно неизлечен. Очень хотелось бы расторгнуть наши отношения, так как он считает себя идеальным, его мама тоже так считает, и, возможно, она очень права. И так как у нее скоро день рождения, через неделю, я думаю, это будет очень хороший для нее подарок от ее сына и бывшей невестки. Но есть нюансы. За три года, прожитых совместно, у нас есть имущество, которое мне хотелось бы поделить, но мой супруг как бы не согласен с тем, что я от него требую. Вот. Это такие моменты, которые, вот, список вещей я составила, в них указано, вот, норковая шуба женская, одна штука, джинсы брендовые разные, шесть штук, кроссовки для бега разных цветов, четыре пары, кеды две пары, туфли парусиновые две пары, куртка нейлоновая зимняя, одна штука, куртка в стиле милитария, одна штука, шорты спортивные, две штуки, носки, мы даже носки делим, носки укороченные, белые, для ношения с кроссовками, десять пар. Костюм для сноуборда, одна штука, доска для сноуборда, одна штука, ботинки для сноуборда, одна штука, Так же, как и носки смешной кепки, типа бейсболки, 12 штук И очки солнцезащитные, производства Италии, США, 8 штук Ну вот, вкратце, это почему у нас возник спор Нет, простите, пожалуйста, а вы вот мне сейчас так все внимательно зачитывали А как делить-то надо? Ну вот эти вещи я просила бы, чтобы они остались мне Так, а мужу тогда что? Мужу у нас есть, ну естественно, его дубленку я не требую У нас есть вещи, которые непосредственно его, которые носят он У меня к ним претензий нет То есть в данной ситуации вы заявляете исковые требования О попредметном разделе совместно нажатого имущества Исходя из принадлежности личных вещей Я правильно вас понимаю? Да, совершенно верно То есть вы утверждаете, что данный перечень, который вы сейчас привели в суду Это является вашими личными вещами То есть они пригодны в данной ситуации только для того, чтобы были вами исправны И поэтому вы просите личные вещи ваши выделить непосредственно вам А вещи личные, которые принадлежат ответчику, выделить ему И что, у вас муж возражает против этого? Ну, дело в том, что муж возражает так, как мы носим одинаковые с ним вещи Но вот именно вот эти вещи покупала я для себя лично Вот, то есть поэтому... Простите, что значит? Ну, форма одежды у нас не секс Я как-то так сопоставляю? У нас одинаковые с ним размеры Вы что, серьезно? А вы считаете, что я не способна определить размеры каждого из вас? Нет, ну, мы покупаем одежду одинакового размера Размер ноги у нас один и тот же А одежду, ну, как бы я люблю вот такие вещи, как мышцы, рубашки Так, хорошо, естественно, а квартира? Квартира не делится? У нас съемная квартира, поэтому... А, понятно Так, мне перечень ваш, пожалуйста И свидетельство о расторжении... о заключении брака, простите Ответчик ИСЦОМ заявлены исковые требования о расторжении брака Скажите, пожалуйста, вы на расторжении брака согласны Или вы возражаете против расторжения брака? Ваша честь, с расторжением брака я согласен полностью Но по причине, по дележке вещей я не согласен полностью Во-первых, моя дорогая Танечка Очень любит красиво одеваться в дорогих бутиках Соответственно, денежки она зарабатывать не научилась, к сожалению, вообще никак Соответственно, она сначала брала у меня деньги Спрашивала Потом стала брать без спроса В итоге я просто перестал ее финансировать, все ее покупки Ну, только она же умная девочка Она сразу пошла в банк Соответственно, и не в один, что самое интересное Соответственно, красивой молодой даме, хорошо одетой Не смогли отказать в кредитах И так дело пошло дальше Соответственно, в ее кошельке, ее прекрасному взору Стало видно несколько кредитных карточек Соответственно, она ходила спокойно по будикам Открывала двери, можно сказать, с ноги Соответственно, ей продавали вещи Очень с распростертыми объятиями Принимали, продавали ей все новинки последние Соответственно, денежки-то иногда заканчиваются А в банк их отдавать нужно Но она об этом думать не хотела Ну и в один прекрасный день, соответственно, в нашу квартиру Пришли судебные приставы Описали все имущество Они были грубые, просто плохо воспитанные Описали все имущество, вплоть до носок даже Нет, ну простите, пожалуйста, не придумывайте Вот не придумывайте, ответчик Никогда судебные приставы исполнительные Какие носки описывать не будут Личные насильные вещи никто никогда не описывает Соответственно, они мне выставили Тебе выставили просто счет, который нужно было оплатить И все, по этим кредитным картрам Вот, вот Тебя же не просили носки мои отдать Соответственно, я... Естец, ну никто, ну что вы прям... Ну, вы меня простите, пожалуйста Ну, вроде взрослые люди Во-первых, сначала вы мне сказки рассказываете Что пришли приставы исполнители Описали носки Я вам говорю, это неправда Этого не может быть Никакие личные вещи, принадлежащие Никогда не описываются Если в квартире один телевизор Даже он в опись не войдет Если два, один войдет А второй нет Опись имущества у меня есть, могу прочитать Если что и описывали у нас Так это описывали стиральную машинку у тебя Далее в программе Ну да, может быть стесненные условия Наверное, может быть не так все радужные Как представляется из ЦУ А вы пока что Оставить с бабушкой, которая за бутылку Все равно кому отдать ребенка, что ли? Что лучше для девочки-подростка? Общество вечно пьяной бабушки Или сводный брат-студент в качестве опекуна Казалось бы, ответ очевиден Но не в том случае, если потенциальному опекуну Всего 19 лет Оставайтесь с нами А теперь вернемся в зал суда Прошу всех садиться Суд оглашает решение, принятое по делу Суд заслужив исковые требования Исца позицию и возражение ответчика По заявленным исковым требованиям А также ознакомившись с представленными документами Иск, простите, исковые требования О расторжении брака суд удовлетворяет И выносит решение О расторжении брака между супругами Поскольку оба супруга согласны На расторжение брака Исковые требования У разделе вещей В качестве раздела Совместного нашествого имущества Суд удовлетворяет И производит по предметной Раздел имущества В следующем порядке Суд выделяет Шубу норковую Одна штука В пользу истицы Джинсы брендовые Разные Три штуки истицы Три штуки ответчику Кроссовки для бега Разных оттенков четыре пары, две пары истицы, две пары ответчику. Кеды две пары, одну пару истицы, одну пару ответчику. Туфли парусиновые, одну пару истицы, одну пару ответчику. Куртка нейлоновая зимняя, одна штука ответчику. Куртка в стиле милитари, одна штука ответчику. Шорты спортивные, две штуки, одна штука истицы, одна штука ответчику. Носки укороченные белые для ношения с кроссовками, 10 пар, 5 пар истцу, 5 пар ответчику. Костюм для сноуборда, ответчику. Доска для сноуборда, ответчику. Ботинки для него же, видимо, для сноуборда, одна пара, ответчику. Кепки типа бейсболки, 12 штук, 6 штук истица, 6 штук ответчику. Очки с солнезащитной производства в Италии и США, 8 штук, 4 штуки истицы, 4 штуки ответчику. Суд выделяет в пользу ответчика куртку нейлоновую, куртку стилей в милитаре, костюм для сноуборда, доску для сноуборда и ботинки для сноуборда в связи с тем, что истице была выдалена норковая шуба, поэтому по сопоставимости стоимости вещей указанные вещи выделяются в вашу пользу. Суд хотел бы обратить внимание и сайт ответчика на следующее, что в соответствии с частью 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на вещи индивидуального пользования, то есть одежда, обувь и другие, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. В этой ситуации ссылки ответчика на то, что он добровольно исполнил требования, которые были к нему предъявленными приставами исполнителями, или то, что ответчик называет незнанием действующего законодательства, не может служить основанием того, что указанный по предметный раздел со стороны истца исключает данную категорию вещей из совместно нашего имущества. В данной ситуации ответчик самостоятельно и добровольно, не имея на то, как бы оснований для такого рода выплаты с вашей стороны не имелось, поэтому суд рассматривает это как добровольное погашение долгов. В данном судебном заседании вы не заявили встречных исковых требований об оплате со стороны истицы, долга которой возник, поскольку долги между супругов также признаются общими долгами супругов. Такого встречного искового требования в судебном заседании вами заявлено не было. Исходя из этого, суд производит по предметный раздел имущества, исходя из примерного равенства долей, а также стоимостной оценки. Истец и ответчик, брак между вами расторгнут, суд также произвел раздел совместно нашего имущества. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Исковые требования удовлетворить частично. Хорошо, что хоть норковую шубку себе не попросила, то смешно смотрел с собой в женских мифах. Есть ноу-борд, есть велосипед, буду спортом заниматься, она пускает шубку и утешается. По всем вопросам семейного права вы можете обратиться за помощью к нашим профессиональным юристам. Звоните по телефону 7-495-626-83-00 в нашу бесплатную юридическую консультацию. С понедельника по пятницу жители регионов могут получить консультацию наших юристов с 10 до 14 часов по московскому времени, а жители Москвы с 14 до 17 часов. Также вы можете обратиться на наш сайт или прислать письмо по адресу 115-455, город Москва, абонентский ящик 33. Не забудьте вложить в свое письмо конверт с почтовой маркой и обратным адресом. А теперь вернемся в зал суда. Истец Дмитрий Шубин подает иск об отмене решения органов опеки и попечительства, которым ему было отказано в оформлении опеки над младшей сестрой. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признает и считает, что истцу рано доверять сестру. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, недавно я ездил в город, где я прожил с матерью. Сейчас я живу с отцом, и у меня там осталась сестра, ей 13,5 лет. Мы не виделись 3 года, мы туда приехали с другом, и там тихий ужас. Вот ребенок вообще всеми брошенный, не кормленный, не ухоженный. Моя сестра должна была жить с бабушкой, дедушкой и с ее отцом. Но у отца другая семья, он вообще не появляется у бабушки с дедушкой. Дед куда-то уехал к родственникам, ну а бабушка запила. И когда она выпивает, она начинает бить сестру. И когда моя сестра увидела, что я приехал, она бросилась ко мне на шею, то что просила ее забрать оттуда. Мне пришлось ее забрать. Перед этим я, конечно, пошел к бабушке, то что сказать, давайте что-то делать с этим, или как-то выменяйте свое поведение, или мы что-то делаем. Так она только отмахнулась. Вот у меня есть вещественное доказательство, я снял на мобильный телефон, прошу приобщить это к делу. Я сейчас приму решение. Месье, спросите, пожалуйста, а мама-то где девочки? Мама умерла. А вы сейчас живете самостоятельно? Я живу с отцом и его женой, то есть моей мать. А, то есть я поняла, у вас мама была одна, да, если я правильно понимаю? Да, у нас, это моя сестра по матери. Вы единоутробные дети, то есть мама была одна, а папа были разные. И после смерти вашей мамы девочка должна была проживать с ее родным отцом. Правильно. А вы стали проживать с вашим родным отцом и с его новой женой, я правильно понимаю? Ну, точнее, мы с отцом уехали из города тогда, тогда я был несовершеннолетний. Естественно, спросите, пожалуйста, а вы предполагаете, что если будет установлено опекунство, то это позволит вам девочку забрать? Там у ребенка нет совершенно никаких условий для жизни. Нет, 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 на вопрос ответьте, пожалуйста. Вы предполагаете, что когда будет установлено опекунство, вы заберете сестру? Да, да, на правах опекуна я смогу... А в этой ситуации, как ваш папа и его супруга, то есть ваша мачеха, относятся к вашему намерению? Отец, к сожалению, против, но вот его жена, мачеха, она поддерживает меня, и я думаю, что мы сможем позаботиться о моей сестре. Будьте добры, пожалуйста, у меня свидетельство о рождении ребенка у вас на руках, да, и свидетельство о смерти вашей мамы через судебного пристава передайте, пожалуйста. Я вас слушаю. Естественно, я не забыла про вашу видеозапись, я приму решение. Пожалуйста, дядя Чечка. Ваша честь, конечно, поступок молодого человека заслуживает определенного уважения, но не надо забывать и другое, что это, вы знаете, был какой-то крик души, когда он увидел вот эти условия, в которых пребывает, конечно, эта сестра. Вы сказали о том, что куда он его пытается, когда возможность ее забрать. Он ее уже забрал сразу, понимаете, не подумая вообще ни о последствиях. Вот в чем был ребенок, он ее кинул в машину, бабушка сказала, мне все равно, бутылку ставишь и все, и забрал. Вы не видели бабушку, вы не можете так говорить. Одну секунду, я все-таки расскажу то, что знают органы опеки. И ребенка забрал, в чем был ребенок. Это, значит, легенькое платьишко на ней было, сандалики и ничего больше. Не задумывайся ни на секунду, где жить, на что жить. Значит, он студент, понимаете, у него нет никакого стабильного заработка. Вообще просто, скажем так, заработка нет. Ваша честь, у меня есть счет в банке, на нем 50 тысяч рублей. Ну, это сумасшедшие, конечно, деньги. Значит, ребенок без одежды взят. На первое время этого хватит, а потом я смогу найти под работу. Ребенка, значит, надо устроить в школу. Я уже не говорю о том, где жить. Понимаете? Значит, конечно, я говорю благородно, очень благородно, никто ничего не спорит. Но при всем при этом, это, понимаете, он привез в дом, в семью, в квартиру. Да, на трехкомнатной малогабаритной квартире, где уже 5 человек. Где его отец, кстати, который его и содержит, понимаете? То есть у него как такового дохода-то нет. Значит, там отец, значит, теперь мачеха, у них еще маленький ребенок, он и сестра теперь будет. Сестра, в принципе, ну, как вам сказать, она ему сестра, а, значит... Это единственный выход. А что предлагаете в интернат? Значит, выход, конечно, красивый. Простите, пожалуйста, а вы считаете, что, ну да, может быть, стесненные условия, наверное, может быть, не так все радужные, как представляется из ЦУ. А вы, пока что, оставить с бабушкой, которая за бутылку, все равно кому отдать ребенку, что ли? Нет, ваше честь, конечно, оставить в той семье, в которой он был, с бабушкой, которая абсолютно невменяемая, причем она невменяемая, у нее это нормальное состояние. То есть это не сегодня, завтра вдруг, а потом она протрезвела. Это всегда. Поэтому с бабушкой, конечно, нет возможности оставлять. Конечно, то, что предлагает орган опеки, совершенно не лучший вариант. Кроме интерната мы предложить больше ничего не можем. Это нанесет непсихологическую травму. Единственное что, мы можем предложить все усилия для того, чтобы интернат был вблизи места проживания, где вы сможете беспрепятственно посещать и навещать свою сестерку. Но это не семья все-таки правильная. Как только... Отвечек, отвечек, скажите, а почему тогда папу, например, не лишить родительских прав? Где этот папа? Значит, лишение родительских прав на сегодняшний день, мы будем этим заниматься. Но сегодняшний день, пока родитель, знаете как, он ушел, придет ли он, не вернет, он ушел к сожительнице, там он живет. Дочь, он, конечно, внимания никого не обращает. Мы будем решать этот вопрос по поводу того, чтобы лишить его родительских прав. Но на сегодняшний день, покуда, значит, это заявление поступило к нам, мы вынуждены отреагировать, конечно, на это заявление в первую очередь. И, естественно, на сегодняшний день, поскольку ребенок вот такой непрекаянный получился, ни дома, ни семьи, ничего. Мы предлагаем, предлагаем это на усмотрение суда, конечно, определить, конечно, в интернат. Нет, ну вы-то отказали уже из суда, значит, его опеку. Отказали временно. Пожалуйста, мы говорим, что устроитесь вы на работу, может быть, даже вечернее переведетесь и будете работать. Я тоже это не исключаю, понимаете? И тогда, возможно, будет достаток и пересмотреть. Ну, простите, ну, простите, истец может получать для девочки пенсию по случаю потери кормильца, поскольку мама умерла. Истец может получать пособие за выполнение обязанности опекуна. Можно с папой, наконец, истребовать хоть какие-то алименты. Я, честно говоря, вот здесь вот этот материальный мотив не очень улавливаю. Я сейчас еще немножко поясню. Дело все в том, что ведь он привел эту девочку в семью, где пять человек живет. И единственный кормилицей в этой семье сейчас – это его отец. И вот отец, я прошу вызвать его как свидетеля, он категорически возражает для того, чтобы был тут ребенок еще один, который ему, в общем-то, никто, скажем так. Естественно, прислушившись к этому мнению, мы не могли вот так отреагировать просто в никуда. Ведь отец, он единственный, кто содержит всю эту семью. Я думаю, это наши внутрисемейные дела. Нет, вы знаете, ваши внутренние дела, да, но защита прав несовершеннолетних детей все-таки пока… Будьте добры, пожалуйста, ваше заключение через судебного пристава передайте. Истец, вам… Нет, нет, подождите, вами заявлен свидетель, да? Да? Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля истца. Свидетель истца, пройдите. Я Шубина Ларисовна, мачеха Дима. Ваша честь, я хочу сказать, что в этой ситуации ни органы опеки, ни мой муж, ни правы. Ребенок должен жить в семье. Вы понимаете, интернат – это чудовищное явление. Я как представлю своего сына в интернате, у меня мурашки по телу, слезы на глазах наворачиваются. Понимаете, какая бы ни была семья, если отец и мать не пьет, лучше семья. Если выбирать вот между семьей и интернат… Интернат – это просто ужасное явление, понимаете? Я… Вот сейчас у меня времени валом, я сижу дома, я не работаю. Я все равно сейчас в отпуске, вот, потому что у меня маленький ребенок, вот, я буду Диме помогать. И Дима сам, мальчик, он серьезный, самостоятельный, мы вдвоем справимся. А муж, вот он сейчас против, но я уверена, что я его уговорю. Мой муж меня любит, и я думаю, что уговорить его, он заботливый, я его прекрасно знаю. Так что я считаю, что ребенку нужна семья, это однозначно. Так, у вас свидетель, да, заявленный? Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Ваша честь, я Шубин Олег Сергеевич, отец Дмитрия. Я хочу напомнить суду, что у девочки есть родной отец, дед и бабка. Диме, она приходит со сестрой по олене и матери. То есть никакого кровного родства у меня с ней нет. Я хочу честно сказать, что этот ребенок мне не нужен. Поймите, у меня есть собственный сын, младший сын, которому три года. И, представляете, свалится еще один такой. Такой, ну я понимаю, Дим, если бы она была совсем сиротой, тогда другой вопрос. Она моя единственная родственница по матери. Дима, Дима, я понимаю, что это твоя единственная родственница по олене и матери. Но, ты учти еще одну вещь. Вы послушали его. Как вы думаете, Ваша честь, он сможет реально помогать сестре? Дима, это романтические люди. Это твои романтические люди. А наши счеты, я отвечу. Да, Дима, у тебя есть счет. На счет открыл я. И на что? На что? Простите, пожалуйста. На учебу, Ваша честь. Простите, свидетель. А поясните, ну вот, видите, ваша жена занимает, ну, диаметрально противоположную позицию. К сожалению, да. Почему к сожалению? Ну, это моя позиция, Ваша честь. Я считаю, что, да, мои дети, это мои дети. Олег, ты не прав, ты не понимаешь, что интернат это чудовищный. Дима, не надо решать проблемы моей бывшей и не покойной жены. Мне уже 19 лет. И я могу сам решить, куда потратить эти 50 тысяч. Да, ты похож на спасателя, да, а я на Дед Мороза. Это было бы правильно. Ваша честь, в данной ситуации моя позиция такова. Здесь должно задействовать государство, родители, а лучше органы опеки. Я полностью поддерживаю решение. Которые сдадут ребенка в интернат. Мы тоже не можем выпадать. А как же я сижу дома, а мне чем заниматься? Хорошо, так. Это моя позиция. При этих обстоятельствах суд считает возможным приобщить вашу видеозапись в качестве доказательства и просит продемонстрировать видеозапись в качестве доказательства. Спасибо. Баба Зина, я Таню тут забираю? Че? Я Таню забираю? Таню? Ты забирай нахрен. Хорошо, тогда мы позвоним, когда едем. Что значит позвоним, когда едем? А бутылку? Ну вот, бутылку поставлю. Ну так давай, вставь. Вот этот вот человек, я думаю, что ни в коей мере не может являться опекуном, а между прочим, это единственный взрослый, с которым сейчас живет девочка. Вот как вы думаете, она сможет в полной мере позаботиться о ней? Ну вот позаботится. Она нет, она, конечно, и позаботится. Мы прекрасно знаем, как у нас заботится в детских домах. Ребенка к себе домой. Для этого существует государственное учреждение. Это не лучший вариант интерната, никто об этом не спорит, понимаете? Но на сегодняшний день пока это безвыходная ситуация. Ну семья лучше, безвыходной ситуации нет. А мне чем заняться, я сижу целый день дома, чем мне заниматься? Подождите, вы ни у него, ни у вас нет дохода. Как это есть? Как это нет? А пособие на детей? А пособие на детей? Это все решаемые проблемы. Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Когда вы любите и любимы, когда все живы и здоровы, кажется, что штамп в паспорте и прочая бумажная ерунда не имеют значения. Я тебя любила, а ты... Ну давай, что должно. Она сейчас его любит. Ты тебе нужен был только дом от меня. Она сейчас его любит. Да и слава богу, хоть научил женщину любить. Но если в дом приходит беда, если любовь превращается в ненависть... Конечно, неприятно чувствовать себя, как говорится, да, лохом, потому что классический развод на лоха, на деньги, лоха на деньги, да, сутенера и проститута. Органам аптеки пришлось перетрячить это грязное белье. Было это неприятно очень. Вам понадобится доказательство своих прав. Включите сегодня телеканал «Домашний» и смотрите дела семейные с Еленой Дмитриевой. Оставайтесь с нами. Смотрите в следующей программе. Перевожу на русский язык. Это означает, что исполняя поручения по доверенности, вы никак не можете стороной договора быть, который заключается. Срочно верни мне 2 миллиона, требует тёща от бывшего зятя. А он в растерянности. Участок-то она вроде как подарила, а он и продал за 2 миллиона, а деньги пустил в дело. Я не медик, в отличие от вас, понимаете, в чём дело? Вы как-то так взяли на себя за труд, сказали, я заняла самообразованием. Бывший муж отказывается оплачивать лечение тяжелобольного малолетнего сына. Можно ли через суд заставить отца позаботиться о родном ребёнке? А теперь вернёмся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика представителей органов опеки и попечительства, опросив свидетелей со стороны истца и свидетелей со стороны ответчика, рассмотрев все представленные документы и доказательства, в том числе и видеозапись, которая была представлена истцом в данное судебное заседание, иск об отмене решений органов опеки и попечительства, которым истцу было отказано в назначении его опекуном, суд считает необходимым отменить и обязывает органа опеки и попечительства назначить истца опекуном. На самом деле, конечно, истец. Все обстоятельства нынешнего вашего и проживания, и заработной платы, безусловно, давали представителям органов опеки и попечительства возможность назначить вас опекуном. Почему? Потому что опекуном назначается лицо, которое в состоянии ответственно, в том числе и за своих собственных денежных средств, материально обеспечивать, заниматься воспитанием и развитием ребенка и так далее, и так далее. Но суд при принятии данного решения считает, что на самом деле нахождение ребенка в семье, которое на самом деле, наверное, стеснит вас в определенных жилищных условиях. Но самое главное, что, естественно, на мой взгляд, принял достаточно ответственное, мужественное и, самое главное, мужское решение, когда обнаружил ситуацию, при которой и условия, в которых воспитывается ребенок. Меня, честно говоря, очень подкупила позиция вашей супруги, которая, как правило, в такой ситуации, ну, в общем так, знаете, женщины не очень хотят на себя такую обузу еще взваливать. Можно согласиться, что, конечно, интернат поближе к дому, стес будет заниматься ребенком, но вы знаете, этого ребенка уже один раз предали. И получается, что помещение его в интернат – это и есть предательство второй раз, по сути своей. И ведь это же не просто девочку забрали бы оттуда и привезли в интернат, да, тогда, может быть, она не могла бы сопоставлять какие-то вещи. А ситуация, при которой уже истец ее забрал, и ее из семьи, где, может быть, она, наконец, вздохнула и почувствовала, что она вообще тоже, понимаете, человек. Ее вот сейчас должны увезти в интернат. Вот мне показалось, что более худшего варианта для ребенка не может быть. Поэтому вы будете получать пособие, оно сейчас, слава богу, более или менее достаточное, плюс пенсия по потере кормильца в связи со смертью ее вашей мамы, плюс, ответчик, я вас убедительно прошу, лишайте этого папу родительских прав. Самое главное, алименты. Алименты с него взыскиваете, которые могут пойти на содержание ребенка. Плюс вы можете получить определенные субсидии в этой ситуации для уменьшения, например, вашего бремени по оплате коммунальных платежей. Это все вещи, которые учитываются. И, ну, мне кажется, что нужно попытаться посмотреть, как, ну, как это будет происходить. Но вы должны помнить, истец, что органы опеки и попечительства, это входят в их обязанности. А сейчас будут проверять, как вы исполняете обязанности опекуна. Конечно, по вашему возрасту крайне редко назначаются опекунами. При том, что у вас нет индивидуального жилья, у вас нет постоянного источника доходов значительного, поэтому органы опеки будут заниматься проверкой того, как вы исполняете обязанности опекуна. А если хоть какие-то сомнения появятся, то вы прекрасно понимаете, что вас отстранят от этих обязанностей. Это вам понятно, истец? Понятно. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение благодарить свидетелей за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Я докажу отцу и опеке, что я смогу быть хорошим опекуном для своей сестры. Спасибо суду. Это прекрасно, когда ребенок попадает не в интернат, а в семью. Но эта ситуация будет у нас на особым контроле. Вы можете выиграть самое трудное дело. Вы можете выйти победителем из любой ситуации. Вам не придется тратить жизнь на бессмысленные скандалы. У вас муниципальная квартира, не самое главное. Даже не поддавайтесь, не начало уговора сейчас ее приватизировать. Даже не поддавайтесь. Потому что как только приватизируете квартиру на 8 человек, вы никогда ничего больше не увидите. Внимательно смотрите программу «Дела семейные» на телеканале «Домашний». Это гарантия вашего благополучия. Это ваша страховка от ошибки. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...